В Иркутской области за сутки подтоплено 5 новых поселков. Об этом сегодня сообщили в МЧС. К этому часу в зоне подтопления остается почти 3000 домов в 16 населенных пунктах Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным погиб 21 человек. И ранее сообщалось о 15 пропавших без вести. Там, где вода схлынула, сейчас идут аварийные работы. Коммунальщики пытаются восстановить водоснабжение. Накануне на 24 часа техническую воду подали в Нижнеудинске. Завтра это планируют сделать в Тулуне. Пытаются восстановить электроснабжение. Там, где это пока невозможно, подключают дизельные генераторы. В район ЧАЭС направлено около 1000 военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники. Сегодня в Иркутскую область прибыли военные из Алтайского края. Они помогут с расчисткой завалов. Пострадавших перевозят из пунктов временного размещения в общежитие. Около 150 детей накануне отправили в летние лагеря. Сегодня туда поедет новая группа. В пострадавших от наводнения домах сейчас работают комиссии по оценке ущерба. Уже идет работа по приему заявлений с выплатой 50 и 100 тысяч рублей, которые компенсируют частичную или полную потерю имущества. Также ведется уже работа комиссии. В большей степени это касается города Тулуна и Нижнеудинска по оценке состояния жилого фонда. Впрочем, по словам местных жителей, часто появляются в покинутых домах и мародеры. Многие мужчины вынуждены ночевать в сырых домах и на чердаках. Вместе с волонтерами они патрулируют территорию. Появились и первые оценки. Финансовый ущерб. Он колоссальный. 29 миллиардов рублей. Примерно половина этих средств нужна на капремонт домов. И при этом каждое третье пострадавшее здание восстановлению не подлежит. Как заявили в областной комиссии по ЧАЭС, рассматриваются разные варианты помощи людям, лишившимся крова, в том числе предоставление жилищных сертификатов. Владимир Путин подписал указ, по которому наводнение считается чрезвычайной ситуацией федерального характера. Правительству поручено выделить дополнительные средства из резервного фонда.